Мы всегда здесь спорили, помните, какой сорт какой селекции лучше, Донской, Краснодарской. А сейчас мы смотрели доклад о НЦ Донской и обратил внимание, тот же сорт премьера в родительских формах, например, ВАСА, смотрим какие-то краснодарские сорта, а для их использования были привлечены сорта той же Донской селекции. Поэтому все сейчас настолько переплетено в нашей современном мире, что в принципе главными уже, как мы сейчас говорили, слово много, адаптация, главными лакмусовыми бумажками будем мы, сельхозтоваропроизводители, на полях которых это будет проводиться, эти испытания, производственные посевы, оттачиваться технологии. А когда вот уже мы вместе с наукой получаем такой синергетический эффект, они подсказывают то, что мы делаем неправильно, мы им указываем на то, что не совсем соответствует сорту, который публиковался, к примеру, как средне ранний, а он оказался более среднеспелый в нашей зоне, или наоборот, средне-поздний, а созревает рана, или какие-то устойчивости к заболеваниям у него, ну и прочие-прочие вещи, которые необходимо учитывать. В этом году мы также продолжили демонстрационные посевы многих сортов краснодарских. Нам легче, потому что два хозяйства с развитой таковой инфраструктурой в разных местах, то есть мы можем разделять сорта по именно площадкам производственным, но вот именно на демонстрационных посевах мы стараемся их совместить, и поперек посевов производить еще различные обработки, чтобы изучить влияние фунгицидов, гербицидов, прочих препаратов, микроэлементов, регуляторов роста. Вот, и потом отдельно все это убираем, и с года в год у нас эти данные накапливаются. Вот хотел, раз уже эту таблицу включили, с нее и начать. Значит, вот обратите тенденции прошлых лет, мы эти таблицы приводили, в течение трех последних лет Тимирязевка и Алексеевич дают одинаковую урожайность. Мы их специально сеем рядом, для того, чтобы продемонстрировать, что оба сорта очень похожи и по технологии выращивания, и вообще по своим характеристикам. Но многие, чисто исходя из своего опыта, используют Алексеевич по лучшим предшественникам, а Тимирязевку сеют уже по подсолнечку, более поздние сроки. В прошлом году Виктор Гиченко рассказывал, как Тимирязевка, самый лучший сорт по предшественнику подсолнечек, по технологии Евролайтинг. Мы тоже это подтвердили в прошлом году на площади 500 гектар. Тимирязевка дала 85 центеров с гектара, это производственные участки. И когда в этом году многие приводят данные, что у нас там какой-то сорт провалился, ну в основном это указывался Алексеевич, Тимирязевка, у кого-то там Таня, то необходимо было с каждым сельхозтоваропроизводителем разговаривать отдельно, потому что те причины, которые были у тебя и повлияли на снижение урожайности, не факт, что именно те же самые причины были и у твоего коллеги. Ну давайте вот немножко пройдемся как бы по тем особенностям этого года, которые необходимо сказать, чтобы детально понять результаты. Вот вы видите, занял первое место сорт Кольчуга. Вот как казалось бы, можно сразу уже этот сорт выбирать, брать его массовое производство. Однако здесь, да, однако здесь этот фактор обусловлен тем, что первые два сорта Кольчуга и Аграфак не полегли. То есть прохождение грозовых фронтов с обильным количеством осадков, которые выпадали за короткий промежуток времени. То есть порядка 40 миллиметров за 10-15 минут, сильный ветер, и все остальные сорта, они просто лежали. Хотя до этого они смотрелись великолепно, спорили, кто там победа 75 первое место займет, либо Таня в очередной раз там, или Гомер. А вот на самом деле, получилось, заняли первые два места те сорта, которые не полегли. Но невозможно сказать, что это лучшие сорта, все, мы открыли Америку, вот давайте все, то вот первую пятерку возьмем, будем сеять, а остальное как бы нам не подходит. Нет. Потому что у нас есть еще куча производственных испытаний. И в производственных испытаниях картина уже немного другая. Возьмем также для примера нормы высева. Здесь в демонстрационных посевах использовались одинаковые нормы высева, порядка 5 миллионов. Для чего это делалось? Ну, чтобы не каждый сорт не подбирать по технологии, ну, посеять их вроде бы как в одинаковых приемлемых стандартах, которые используют другие хозяйства. Потому что многие приезжают на этот демонстрационный участок, смотрят, ну, в основном средне взвешенная норма высева у нас по хозяйствам, это 5 миллионов. Да, она колеблется от 3 до 7. У нас есть те, кто сеет не меньше 7, и есть те, кто сеет не больше 3. Ну, в среднем, вот так вот, среднестатистически 5 миллионов, это норма схожих семян на гектар. И те же вот Тимирязевка Алексеевич при посеве в производстве и на других опытах 3 миллиона, мы их больше не сеем. Просто у нас такая технология, по этим сортам мы ее для себя отработали. Они заняли второе-третье место среди производственных посевов. И никакого провала по Тимирязевке 150 мы не увидели. Да, нам приходили эти ролики, видео, когда люди показывали плотный хлебостой, говорили, вот нету озерненности колоса. Естественно, мы испугались, побежали делать французским у нас там комбайн для обмолота, да, скажем, мини-бат, который можно быстро обмолотить колося, взвесить, определить качество, влажность. Вот, ну, ничего такого не увидели, чтобы говорил о том, что данные сорта именно в этом году провалились. А когда начали поступать данные уже наших коллег, которые уже потом проводили уборку и говорили, что вот, понимаете, в том году я получал там Тимирязевку 70 центров, а в этом году ели 50. Начинаем разбираться. Оказывается, были посевы больше 5 миллионов. Посевы были подкормлены не менее 400 килограмм в пересчете на мячную селитру. Они полегли после выхода колоса, начало налива полегли и просто спеклись. То есть происходили физические процессы, которые мешали данному сорту нормально проводить аттракцию и все прочее. С другим опытом снижения урожайности мы столкнулись, когда принимали решение о проведении гербицидной подкормки на Тимирязевке. Потому что мы ее используем по техно... посеем ее по подсолнечку технологии Clearfield. И все мы понимаем, что падалица Clearfield устойчива к обычным гербицидам. То есть необходимо подбирать особую схему. И вот мы полполя обработали 50 гектар, а полполя они обработали. Те полполя, которые они обработали, начали подзарастать, чтобы стали все немножко проезжать и показывать, что это за такая культура земледелия, куда вообще смотрят семеноводческое хозяйство. А у них тут подсолнухи возимой пшеницы. И разница в урожайности составила 12 центнеров с гектара. Одна и та же Тимирязевка. В пользу какой половины? Ну там, где не обрабатывали, там получили плюс 12 центнеров. Вот вам, пожалуйста, одинаковая технология, одинаковая подкормка, все одинаковое. Но только было на момент обработки принято решение. Я тоже за адаптивную технологию, не за шаблонную. Но просто в определенный момент где-то внутри юкнуло и сказать, так, останавливаемся, выезжаем, полполя остановил. Этот участок поля оставляем и обрабатываем. На Тимирязевке, Азима и Апоазима проводили опыт с протравками различными. Максимальный результат был 77 центнеров с гектара. Вот как мне относиться к этому сорту, если бы я не вводил информации, которая поступает из нее. Я скажу, да, отличный сорт, меня все устраивает, я дальше буду сеять. А когда начинаешь с другими разбираться, вот, пожалуйста, норма высева, применение гербицидов. Причем, я скажу так, что мы же всегда за этим круглым столом отмечали, что некоторые сорта долго-долго сидят, потом резко стартуют. И в момент этого старта максимально используют аминокислоты, которые в растениях находятся, на формирование генеративных органов. Что происходит, когда поступает гербицид в растения? Естественно, эти аминокислоты, белки, тратятся на утилизацию. То есть сорта интенсивного типа, они всегда будут капризно относиться ко всем видам обработок. Это надо учитывать. И если в один год мы это делаем, получаем, может быть так зрительно, 5%, хотя никто этих экспериментов досконально не проводил, но есть точно эксперименты, что потеря урожая при применении гербицидов может достигать до 50% стандартных, разрешенных в Европе, в Америке, по фазе, до флаг-листа. Поэтому здесь необходимо с этим каждому разобраться, поднять всю свою технологию применения и посмотреть, когда именно, что было применено на тех конкретных сортах. А потом уже искать проблемы селекции. То есть это такое, я сказал, коль мы уже заговорили, здесь Тимирязевка, Алексеевич, это в первую очередь норма высева, и второе, это все-таки гербицидные обработки. Третье, я бы назвал физиологический эффект. Понятно, что наличие там микро-макроэлементов, это тоже все сказывается, но физиологический эффект, это температурные качели. Естественно, сорт также будет реагировать в момент массового формирования генеративных органов, если будут резкие такие понижения температуры, которые мы видели у себя с 27 апреля по 7 мая. Соответственно, он будет реагировать. Любой человек, попадая из холода в жару или наоборот, он же испытывает реакцию. Они все, мы сразу привыкаем к этому. Поэтому всегда подмечены сорта, которые больше всего болеют. Сорта больше всего, которые реагируют на стрессы. Это самые урожайные сорта. Это всегда так было. Невозможно создать сорт, который был бы и по качеству, и по устойчивости стрессу, и по урожайности везде на первых местах. И морозостойкость. Да, морозостойкость, если взять, это вообще... Самая низкая. Да, я бы, наверное, здесь это стоит учитывать. Второй момент. Ну, про леглость мы проговорили по норме высева, по разным сортам тоже, по обработкам СЗР, да, которые влияли. Третий момент. Это необъяснимое, скажем, необъяснимый азотный... Азотная... Ну, Ольга Георгиевна, если бы тут была на круглом столе, она бы объяснила это, да, правильно. Но просто необъяснимое поведение аммонийного азота в почве. То есть мы, как всегда, привыкли, что мы вносим аммячную селитру, вносим касс. У нас быстрый азот нитратный, он поглощается растениями, а потом со временем, с момента наступления более теплых, температура аммонийный переходит в более доступную форму, и растения не испытывают у нас никакого азотного голодания. Что мы в этом году увидели на раннеспелых сортах, и почему по большей части они пострадали по урожайности. Я говорю, например, за тот же сорт Яванчик. Мы проводили на нем очень часто отбор, у нас там трекфакторный опыт по применению микроэлементов. И вот до фазы 39 обеспеченность азотом, фосфором, калия была в оптиуме. Не требовалось носить ничего. То есть были применены ЖКУ, была применена аммиачная селитра, КАС, как некорневая подкормка, по листу, с учетом точки росы, с учетом влажности. Условия складывались благоприятно. Но потом, в результате, на момент вот этого похолодания, соотношение азота с фосфором очень резко изменилось. Оно стало пройти от нормального 11-13 коэффициент, оно подошло к 6-7. То есть, на лицо было то, что недостаток азота. Подождите, во время начала налива уже получается. Подождите, какой недостаток азота? Мы все внесли. Балансовый запас азота в почве показывал, что всего достаточно. Опять же, аммонийный азот не перешел в нитратный. И многие в этот период совершали такие, скажем, технологические вещи, которые в обычный год были неприемлемы. Взяли, просто раскидывали селитру. Там, где проходил разбрасыватель по технологической колее, разбросали селитру. Хорошая влажность почвы, дожди позволили на этих полях получить прибавку к урожаю до, я вам скажу, в наших опытах доходило до 10 центров с гектара. Дополнительные 100 килограмм селитры. И по качеству это все было тройка. Вне зависимости от сорта. На том же иванчике мы ничего не стали делать, потому что не хватало уже ни сил. Шла полным ходом кормозаготовка. Мы оставили как есть, чтобы посмотреть, какой будет результат. И вот если в предыдущие два года сорт иванчик по таким же предшественникам, по такой же схеме питания, содержание в листьях на ту фазу азота было 4,5, и мы получали 78 центров с гектара, то в этом году содержание азота было 3,1, и получили мы 64 центра. Вот там есть таблица производственных опытов, можно посмотреть. Что мы сможем сказать? Иванчик плохой сорт. Для меня, так как я видел его потенциал, видел как он развивается, как он долго сидит, как он проходит эти все возвратные заморозки, как он потом резко стартует, наращивает биомассу, как он в течение 5 лет дает прекрасные результаты, средние, многолетние. Но я же не могу сказать, что это плохой сорт. Значит, это аж технологические аспекты, это ошибки технологов, это то, что не смогли предвидеть, просчитать, не смогли, я даже так скажу, вовремя отреагировать. Ну или не позволяла техника, погодные условия, оно нам всегда что-то мешает. Поэтому вот такой интересный год создался, когда многие пытаются что-то списать на сорта, опять же, не успела уборка завершиться, весь Алексеевич продан. Тимирязевка 150 никому не нужна. Ну подождите, у нас Тимирязевка 150 в хозяйстве побило по уважайности Алексеевич, производственных опытов. Пожалуйста, ну нужно только вот соблюсти. Нет, давайте, вот Алексеевич у нас там, все, вот у нас Алексеевич. Потом начинаем разбираться дальше с некоторыми клиентами, нашими коллегами. У каждого есть свой любимый сорт. И понятно, кто-то свой Гомер, Гром сеет по рапсу, по гороху, а вот уже сорт, который порекомендовали, сеет по подсолнечку, по пшенице и говорит, вот знаете, ну все равно не то. Вот Гомер там 90 центеров показал, а вот то, что вы мне там новый сорт дали, а он не дорос еще. Ну так что извините. Этот тот же фактор нужно учитывать. И поэтому то, что мы всегда тут пропагандировали, и Людмила Андреевна Беспавова, академик РАН, это сортовая мозаика. Необходимо каждый сорт высевать не более 15%. Вот после нашей ошибки трехлетней давности, когда один год мы получили сорт Баграт, великолепный результат, насеяли его 40%, а в тот год Баграт подвергся первое, различным физиологическим пятнистостям, болезням, потом в результате ливневых осадков во время уборки, осыпанию, мы поняли, что мы не на правильном пути, и все-таки сортовая мозаика, подбор сортов через демонстрации, опыты, общение с коллегами, обменом информации, создать этот банк сортов, 6, максимум 7 сортов для своего хозяйства, для производственных опытов, и уже какие-то новые испытывать, менять там, ну, все это делать плавно, более консервативно, вот это, наверное, тот путь, которому мы будем следовать, и дальше, я думаю, он будет нам приносить средне-многолетние стабильные урожаи, потому что большой урожай, это тоже, ну, не каждый подряд два года получать с одного поля, к примеру, 170 центнеров пшеницы, ну, это и огромный вынос питательных веществ, это огромное количество побочной продукции, которую должна микробиота переварить, это, ну, это нагрузка на все, да, и необходимо так свою технологию подбирать, чтобы все-таки ее рассматривать в долгосрочном плане. Приведу несколько примеров по результатам ваших вопросов, которые вы задавали. Вот мы посеяли сорт Кубань по самым неплодородным участкам, это там, где 20 сантиметров гумус, а остальное это глина, или как у нас ее называют, тырса, да? Ну, это... Это ультраскороспелый сорт. А? Это ультраскороспелый сорт. Отработали там обычную технологию, это 100 килограмм касса, 100 килограмм ЖКУ, 100 килограмм аммиачной селитры, разбросной сев, просто разбросной сев, потому что сорт Кубань требует посеву не менее 7 миллионов. И получили там 55 сантиметров с гектара. Протеин 15,5. И вот классический посев с современной селкой. Ну, дальше возьмем, давайте тот же, коль мы уже тут привели пример, сорт Яванчик. Вот. И получаем мы, где там азимая по азимой, получаем 70 сантиметров. Там качество 11-й протеин на Яванчике, там 15,5. Вот скажите, где мы лучше сработали? Если взять 22-й год, то при той конъюнктуре рынка между третьим классом и пятым, это практически сработали там, где было больше воловка. В этом году 55 сантиметров 15,5 протеинов с лихвой перекрывает эти 70 сантиметров. А если мы начнем дальше копать, ну мы ультра убрали, там соломы нету. Понимаете? Там проходит рубин, и почва готова по типу полупара. А там, где Яванчик, ну, знаете, много приходится делать операций, и все. И вот, если бы мы всю площадь свою засевали Яванчиком, понимаете, мы бы вот столкнулись, например, с этими перепадами температур, с недостатком азота в этом году, да. А так как у нас вот все это растянуто, начиная от рута скороспевых, заканчивая позднеспевыми сортами, вот этот принцип сортовой мозаики, и качество зерна, и потерями при уборке, потому что созревание, это же потери при уборке, и устойчивость к заболеваниям, потому что вот на этой таблице сорта поперек были обработаны фунгицидами, и оставлен контроль. И мы видели те сорта, которые действительно устойчивы к септориозу, устойчивы к переносторозу. Давайте, чтобы я рекламу не делал, я вам скажу так, что для меня сорт Алексеевич, Тимирязевка 150, и, наверное, в этом году сорт Федор были самые устойчивые к заболеваниям. Вот, это касаемо этого опыта. Ну, у каждого здесь свои, да, поэтому свои условия, да, потому что одно выпадение каких-то осадков может повлиять на степень заражения, температурный режим. Вот, поэтому здесь вот простой выбор, Тарас рассказывал о том, что мы многое не успели вовремя сделать. А когда у тебя есть набор определенных сортов, ты знаешь, гомеры гром, мне надо обработать в первую очередь, а Алексеевич Федор подождут, с ними, возможно, ничего плохого и не случится. Вот, это вот какой стороны не подойти к этой сортовой мозаике, да, вот она как многогранна, так и здесь можно столько выводов сделать, их хватит ни на одно ваше заседание. Тут можно до шести вечера, пока пробка в Ростове не рассосется. Можно это все обсуждать. Следующий момент, который хотелось бы подчеркнуть, это все-таки мы говорим о группе спелости сортов, но никогда не говорим о сроках сева. Если мы сеем сухую почву, то понятно, да, срок сева один. Выпал дождь, вот тебе один срок сева. Все взошло в ноябре. Дальше какие-то рассуждения, но они бессмысленны. А если мы сеем с 10 сентября по 5 ноября, ну, в зависимости от уборки предшествующих культур, я вам скажу, здесь надо, ну, необходимо это тоже учитывать при своей технологии и не говорить, как у нас определенные были. Да, знаете, что-то ваш сорт, он не средне-поздний оказался. Или, а что-то ваш сорт не средне-ранний. Мы ждали, ждали, ждали. Уже комбайн туда заходим, заходим, а кинулись на другое поле, а оно уже посыпалось. Вот. Потому что все это идет через сумму накопления положительных температур, то есть у каждого, как у кукурузы фау, так у каждого сорта есть, да, тоже своя сумма. Это необходимо учитывать и не опираться только, что это наоборот, за счет этих знаний, что этот сорт позднеспелый. И, например, ты понимаешь, что у тебя очень часто июньский запал происходит. Дай, пожалуйста, все его раньше, и он тебе практически, ну, не будет такой разницы 5-7 дней, а будет разница 3 дня по сравнению с обычными, с сортами среднего срока созревания. Вот это все необходимо учитывать. По новым сортам хотелось бы в этом году отметить то, что впервые в нашем хозяйстве были посеяны сорт век и таврида с нормой высева 50 килограмм на гектар. Так, с такой низкой нормой мы еще не сеяли. Когда-то сеяли экспериментальный Алексеевич. Вот, ну, это была очень небольшая площадь. Я по таким площадям, где гектар, трудно что-то говорить. А здесь именно было по 20 гектар посеяно. И дохтигнут рекорд по коэффициенту размножения. Один, ну вот, если одна тонна тавриды получается дала 130 тонн семенного материала, 135 тонн семенного материала. Вы представляете, какой коэффициент размножения? И это по поводу того, что сорт школа, сорт таврида, сорт моне, сами селекционеры не рекомендуют сеять редко. То есть, они говорят, это стандартная норма 5 миллионов. Но мы видим, что сорт обладает таким вот потенциалом, кустистости при благоприятных условиях, что вот даже при таких нормах высева можно получать достойный результат. И будущее, конечно, развития и семеноводства, и вообще семенных предприятий, чтобы они стремились улучшать свою технологию очистки семян, их выращивания. Это все-таки всем осознать, что, покупая семена, мы не покупаем какой-то товар, который там стоит, грубо говоря, 22-23 рубля за килограмм. Мы в первую очередь покупаем технологию выращивания, а если еще грамотно сообразим и посеем этот сорт 100 килограмм на гектар, он тебе обойдется дешевле, чем бы ты собственные семена чистил и сеял бы их 250 килограмм на гектар, подразумевая то, что там у тебя вторая-третья репродукция, тебе надо как бы на это все увеличение затрат на перевозку семян, на их протравку, на время их высева, а благодаря таким опытам, которые проводятся в Ирзеагре, в Новобатайской, в Восходе, у нас в хозяйствах, где эти семена высеваются меньшими нормами высева, мы видим, что это все возможно и не нужно бояться и спокойно использовать этот элемент технологии, покупать элитные семена всей технической нормой высева, вот, а там уже дальше под себя подрабатывать технологию, да, для каких-то, может, сроков, для каких-то технологий минерального питания необходимо будет это все корректировать, вот это, ну, я по теме тех вопросов, которые возникали у нас, таблицу, да, пожалуйста, если, это вторая таблица, она сделана специально, там учитывались только предшественники за отсутствием многолетних трав, рапса, гороха, ну, то есть, всех эспорцета, ну, всех предшественников, которые мы называем благоприятные, то есть, это собрано все, азима, апазима и подсолнчик, и еще кукуруза на зерно, ну, признаюсь, тут у нас, конечно, немножко заходит и кукуруза силостная, но я кукурузу силостную не отделяю от зерновой кукурузы, потому что у нас силост заготавливается уже практически в фазы молочной точки, это когда молочная линия, это когда уже кукуруза полностью сформировалась, и какого-либо отличия от кукурузы зерновой кукурузы силостной, оно практически его нету, ну, может быть, чуть больше растительных остатков, с которыми там приходится это, ну, с учетом современных сейвок, это тоже, как бы, вопрос решаемый, и вот, пожалуйста, это чисто производственные испытания, если мы их наложим на то, о чем мы сегодня говорили, то практически, смотрите, пятерка сортов особо друг с другом по урожайности не отличается, а если по качеству, да, если по качеству сорт Федор вполне может соотноситься с сортом Агрофаком, который показал протеин 12.6, ну, это если больше финансисты, руководители предприятий, когда будут считать прибыль с гектара, для них вот, может быть, эти показатели интересные, посмотрите Тимирязевка, 351 гектар, это, ну, по сути, немаленькая площадь, да, вот, урожай на 69,4, это, опять же, я говорю, это то, что, и первая, это первая строка, первая строка и вторая строка, это поля, которые убирались с 29 июля по 3 августа, то есть, вы прекрасно понимаете, что изначально потенциал биологической урожайности был выше, мы иногда очень хорошие результаты получаем по Тане, в этом году, например, Таня по гороху давала 76 сантиметров гектара, 8 и на воде, но ее же первую начали убирать, а спустя месяц приступили к уборке другой Тани и получили там, к примеру, на 10 сантиметров меньше, понятно, да, то есть, здесь, или уже качество хуже, понятно, что здесь это необходимо учитывать, потому что, когда мы выйдем в выкладки, мы не знаем, что происходило в этот момент, какие условия уборки, поэтому, здесь вот демонстрационные опыты и в институтах, и демонстрационные площадки в хозяйствах, они вот имеют такую ценность, потому что они сеются в один день, убираются в один день, обработки там в один день проходят, дожди в один день, в одну минуту, хотя бывает и, конечно, и курьезы, когда полполя дождь проходит, полполя нет, это все бывает, но в основном это более такие вот усредненные правдивые данные, потому что для этого сейчас и по спутниковым картам подбираются более выровненные участки по плодородию и все, вот, знаете, как говорится, информации много, говорить тоже можно много, вот, впереди еще предстоит долгая аналитика, вот, хотя уже сейчас определенный мандраж, когда сеять, какой сорт сеять, по какому, то есть, да, то есть, вроде бы, да, 20 лет одно и то же, но все, как вот школьники идут, знаете, наши дети в первый класс идут, многие там третий, четвертый, пятый, далее, но у них все равно тоже такое какое-то внутреннее беспокойство, а как там вот я дальше буду, да, так вот и мы, осень наступила, и опять за голову хватайся, не знаешь, все вот мысли разбежались, вот даже о том, что мы сегодня здесь поговорили, мы выйдем, через месяц забудем, и все равно пойдем те же ошибки, ту же колею, встанем, и будем так же дальше работать. поэтому мы все записываем. Да, да, поэтому, поэтому, да, это, наверное, это вот как бы кратко по этому сезону, вот, ну, сигнал неординарный, да, тут уже каждый год поднять все ваши круглые столы, вот это начиналось с фразы, год выдался неоднозначный, да, так что. Так что.